В Судогодском районе прокурор добивается обустройства нормальной дороги в одну из деревень. Как установили сотрудники прокуратуры и местного отдела ГИБДД, дорога в населенный пункт Нижняя Занинка не соответствует требованиям к проезжей части. Нет твердого покрытия, водоотвода и даже сформированных границ. Грунт просаживается и передвигаться с допустимой скоростью на транспорте может быть небезопасно. В прошлом году от районной администрации уже требовали привести дорогу в порядок, но этого не произошло. В этот раз прокурор обратился в суд. Устранение нарушений контролирует надзорное ведомство. В Гусьхрустальном от администрации города требуют ликвидировать несанкционированные свалки. В районе улицы Химзаводская прямо на земле без соблюдения необходимых требований размещается крупногабаритный мусор. Это показала проверка Гусьхрустальной межрайонной прокуратуры. Главе администрации города внесли представление, однако свалки так и не ликвидировали. При этом только в 2023 году на участках, за которые отвечают местные власти, произошло семь пожаров. Загорались бытовые отходы, строительный мусор, сухие деревья и кустарники. Представитель надзорного ведомства обратился в Гусьхрустальный городской суд с требованием к местным властям устранить нарушения. На трех улицах Владимира, ведущих к вокзалам, ремонтируют тротуары. Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как информирует сообщество Минтрансобласти, в соцсетях рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное основание на коммунальном спуске напротив гостиницы Владимир. Улица Карла Маркса от коммунального до вокзального спусков и на самом вокзальном спуске. Он ведет непосредственно на привокзальную площадь. Пешеходы на время ремонта передвигаются по тротуарам на левой стороне улиц Карла Маркса и вокзального спуска. Ремонтная работа на привокзальных улицах в разгар туристического сезона у некоторых владимирцев и гостей города вызывают недоумение. Однако, как дают понять в Министерстве транспорта, после завершения работ передвигаться пешеходам станет комфортнее. Сами тротуары станут чуть выше, что благоприятно скажется на безопасности пешеходов, спешащих на железнодорожные и автобусные вокзалы Владимира. На коммунальном спуске обновят тротуары, оформленные в виде широких террас по правой и левой стороне дороги. В эту субботу, 12 августа, в Гусь-Хрустальном откроют умную спортивную площадку. Она будет располагаться на территории школы номер 4. Умная спортплощадка – второй такой объект во Владимирской области. Первую открыли в Юрьевце в начале июня. Отличие инновационной площадки от обычной в том, что она оборудована специальным мультимедийным комплексом, который может выстроить персональную программу тренировок. Также компьютер подскажет правильные техники выполнения упражнений. Помимо технологий, на территории спортивной площадки оборудовали футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола. Также там установили трибуны, уличные тренажеры, беговую дорожку и турники для воркаута. К слову, к концу августа во Владимире тоже откроются новые спортивные площадки. Сейчас идет строительство трех. Они будут без мультимедийных комплексов, зато многофункциональными. Заниматься там можно будет и зимой, и летом.